Следующий этап это сами роды. Когда вы едете рожать в госпиталь, с собой брать ничего не нужно. Такой острой необходимости, как в России, собирать большие сумки с медикаментами, с документами, совсем-совсем нет необходимости. Что мне пригодилось? Вы можете взять с собой сменное белье, потому что я провела, например, в госпитале двое суток, не одни, как стандартно, при обычных родах. И на следующий день мне было бы удобнее переодеться в свое белье, но специальные медицинские прокладки послеродовые в госпитале выдают. Поэтому можете просто взять сменное белье, одежду брать не нужно, одежда, полотенца, все тому подобное выдается. И можете взять одну упаковочку детских памперсов для новорожденных, их тоже выдают в госпитале, острой необходимости у вас в них не будет. Но просто удобнее иногда ночью не ходить к медсестре, не просить сменные подгузники, а достать свои из упаковки. Ну и также, естественно, зубную щетку, зубную пасту, что-то такого плана, средства гигиены. Вы находитесь в госпитале сутки, максимум двое, если есть какие-то сложности. Находиться там достаточно легко, кормят комфортно, предоставляют все, ребенка одевают, поэтому никаких вещей дополнительно не берите. Если вы рожаете, так сказать, экстренно, то есть у вас начались схватки, и вы поехали в госпиталь, как это будет выглядеть? У вас есть два варианта, либо вызвать скорую, либо приехать самому. По большому счету разницы сильной нет, зависит от того, как вам удобнее добираться, вы можете либо вызвать такси. Опять-таки, если вы приезжаете сами, вы можете выбрать любой госпиталь. Если вы вызываете скорую, вас везут в госпиталь, к которому вы прикреплены. Если вы вызываете скорую, соответственно, с вами будут разговаривать на испанском. Возможно, оператор будет говорить по-английски, но это уже сложнее. Рассчитывайте на себя в этой ситуации. Либо вы можете попросить кого-то из ваших местных друзей, знакомых, к территории, где вы живете, соседей, охранников, конды и так далее, вызвать вам скорую. Когда вы рожаете, вы приезжаете к экстренному приему, к так называемой скорой помощи в госпитале, к отдельному входу. Говорите о том, что у вас сфатки вы рожаете, вам дают кресло, каталку, муж вас завозит туда, вызывают достаточно быстро. То есть вам не нужно будет сидеть всю эту огромную очередь. Вызывают по мере необходимости. У кого серьезнее ситуация, у кого слабее ситуация. Я приехала, у меня уже отошли воды и были схватки. Подождала буквально минут 5, наверное, от силы. Я успела позвонить только маме, сказать, что я начала рожать. Дальше вас пригласят в кабинет. Вы сообщите, что происходит конкретно. То есть в моем случае было, что отошли воды, схватки с такой-то периодичностью. То есть я уже замеряла, пока ехала. На что мне сказали, о, отлично, вы уже хотя бы что-то знаете, вы нам помогли. Отдаете документы, они вас оформляют и отправляют уже дальше. Не помню, по-моему, это было на второй этаж. Но я думаю, что это не настолько важно. Вас отправят в следующее отделение. Именно конкретно гинекологи. Также вызывают по мере срочности. Кто просто там готовится, их вызов попозже. Я приехала, там уже были люди, также сидели и беременные девочки. Так как у меня отошли воды, меня вызвали практически сразу же. То есть я только села, меня сразу же вызвали. Дальше идет первый осмотр. Вас посмотрят раскрытие. Вам дадут переодеться в тоже такие гинекологические подгузники, наверное, это можно назвать. Заберут, ну, вы снимете всю свою одежду, отдадите ее мужу, вам выдадут специальную. У меня, ну, также собирают анамнез. Плюсом у меня еще, так как не было прививки от ковида, у меня взяли экспресс-тест на ковид. Поставили катетер, оформили документы и дальше мы вместе с мужем отправились уже в само родильное отделение. Дальше вас уже переводят в предродовую палату. Палата общая. Наверное, человек 8 была у нас палата. Рожала 4 человека. Палаты вот формата, знаете, американских фильмов. То есть коляса, кровать, к ней все оборудование и шторка, они закрываются. То есть при необходимости вы можете легко закрыться, если вам так будет комфортнее. Ходить разрешают. То есть нет такого, что вас заставляют только лежать, не двигаться, ничего подобного. Вы можете ходить, вы можете делать, что вам удобно в этой ситуации. Мы с нами находились в акушерке. Со мной уже ближе ко времени она сидела просто постоянно. Еще мне предложили поставить препараты, ускоряющие схватки. Я согласилась, потому что моя позиция родить по максимуму легко, просто, здорового ребенка. Я не сторонник максимальной натуральности. Я сторонник того, чтобы все прошло хорошо, гладко. Я все-таки сторонник по максимуму использовать именно доказательную медицину. Чем они это мотивируют? Тем, что это будет быстрее и легче для матери и для ребенка. Также мне сказали, что в любой момент я могу попросить обезболивающие. И достаточно быстро я его попросила. Но мне порекомендовали потерпеть чуть подольше, потому что можно ставить всего лишь два раза. И чем дальше ближе к родам, тем тяжелее будет. Поэтому лучше немножко перетерпеть вначале и поставить это попозже. Все время рядом с нами находились акушеры. Меня моя там даже иногда за руку держала, помогала там, подбадривала. Очень были все милы. Атмосфера вообще была такая очень добрая, дружеская. То есть формата мимо проходит акушерка, которая наблюдает девочек рядом, через кровать. И там моя, например, говорит, у нас раскрытие уже 8 сантиметров. Вторая говорит, да ты что, как классно, какие вы молодцы. Давай, молодец, у тебя все получится, все будет хорошо. То есть вот такая атмосфера там была. Все помогали, поддерживали. Все были максимально дружеские. Врач мне напоминала там всегда, что дыши, дыши, не забывай. Объясняла все, что необходимо. Постоянно следила за тем, как проходят схватки, за временем между ними. Максимально помогала. Поэтому находиться было комфортно в каких-то ситуациях, чтобы, опять-таки, так как мы не знаем языка, мы приезжие, к нам как-то не так отнеслись, где-то не так поговорили. Такого не было. Было по максимуму дружелюбно и качественно. После этого, когда уже начались роды, меня перевезли в родильную палату. Мы изначально договаривались с Лехой, что он на самих родах присутствовать не будет, что он будет со мной только на схватках. Но чтобы понимать, какое тут отношение к отцам и в родительстве уже в дальнейшем, и в самих родах, он вышел из палаты. Мы с ним попрощались, он вышел из палаты. Меня увезли. В этот момент к нему подошел санитар уже с одеждой, в которой нужно переодеться, чтобы присутствовать на самих родах. Со словами так, давай очень быстренько переодевайся, мой руки чистит телефон, и в палату. Что Леха сказал, я не планирую. И было крайне удивленное лицо этого санитара. В смысле ты не планируешь? То есть как ты там не будешь? Для него это было вообще что-то из ряда вон выходящее и удивительное. Леха понял, что с нашим знанием испанского объяснять, почему он не хочет присутствовать на самих родах, было сложно. Поэтому проще было согласиться. Сами роды прошли достаточно быстро. Тем, кто переживает, как и мы, что это не самое приятное зрелище и не очень хотелось бы находиться, тебя накрывают как будто бы одеялом по талию. И все, что ниже, не видно ни мужу, ни мне, ни его. То есть это вот только врачи там присутствуют. Сами роды прошли достаточно быстро. Врач очень хорошо объясняла все, что нужно. Простыми словами, без сложных фраз, то есть самыми элементарными. Мне не надо было, чтобы мне Леха переводил. Я понимала сама прекрасно все, что она от меня хочет. То есть она помогала всю дорогу, говорила, что нужно делать. Вела, скажем так, эти роды. Когда уже Никита родился, врач сказал, что Леша может сделать фотографию, только не использовать вспышку. Его быстро осмотрели, взвесили, оптерли и сразу же положили ко мне. То есть я сильно не вникала во все вот эти правила золотого часа и так далее. Но вот если для вас это важно, здесь это соблюдалось. То есть ребенка не уносили, ребенка сразу же положили на грудь. И в принципе все оставшееся время он был со мной. Его забирали только для каких-то процедур, когда надо было поставить прививки, сделать осмотр и приносили обратно. То есть все время, что мы были в госпитале, ребенок находился рядом. Он всегда вот с вами есть. Дальше нас вывезли... Ну, я родила первая, меня вывезли сначала одну, потом привезли других девочек в что-то вроде палаты интенсивной терапии, ПИД, так называемую, уже после родобоя. Чтобы понимать, это не прямо отдельная палата. Это такой как закуток в общем зале, вот в общем родильном отделении. И для меня на самом деле это показалось более удобно, потому что если бы я лежала в отдельной палате, когда мне что-то нужно, мне надо было как-то звать врачей, с учетом моего незнания языка, вообще не очень ориентирования в больницах местных, для меня было бы это сложнее. А здесь за счет того, что мы лежали в таком достаточно проходном месте, всегда рядом были санитары, медбратья, медсестры, врачи. То есть всегда кто-то ходил мимо, и было очень легко вот так просто кого-нибудь схватить, там сказать, пожалуйста, мне нужно там воды, еды, помогите там, как ребенка переодеть, еще что-то. То есть всегда были врачи, всегда все откликались, очень быстро подходили, были очень вежливыми глазками, были готовы помочь. После этого нас уже перевели в саму палату послеродовую, где мы уже находились сутки. В моем случае нас задержали чуть подольше, потому что Никита плохо ел. Стандартные это одни сутки, палата тоже общая, у нас была палата на 6 человек, также она вся со шторками, можно закрыться. Что для меня было очень удивительным, это то, что мужья могут присутствовать, мужья, родственники могут присутствовать постоянно. То есть у некоторых девочек мужья даже оставались ночевать, также просто закрывается шторкой, никого не напрягает, и парни могут быть рядом. Лехе выдали сразу пропуск на месяц вперед, и можно находиться в палате любое количество времени. Более того, если в момент, когда подошел врач рассказать что-то, что они проверили у ребенка, или что что-то нужно сделать, чему-то научить или объяснить, а меня не было, я либо была в душе, либо я там спала, меня никто не будил, не искал, это все объясняли Лехе, потому что он ровно такой же родитель. Просто рассказывали, что мы проверили то-то, то-то, вы можете, там, должны следить за этим, за этим, вот у вашего ребенка все хорошо, вот пожалуйста. Что мне показалось еще очень большим, таким приятным бонусом или плюсом, это пришла медсестра переодевать детей, и она подходила к каждой девочке, и каждая объясняла, как нужно ребенка запеленать, одевать. И сначала она объясняла, а потом просила, чтобы вы это сделали при ней, и проверяла, то есть правильно, нет, помогала, где нужно сделать правильно. Вот этого отношения, серии, мамаша, вы что не знаете, что с ребенком делать? Вот такого не было абсолютно. Люди прекрасно понимают, что никто не знает, что делать с ребенком, у тебя, особенно если это первый ребенок, ты в шоке. То есть мы раздеваем детей, они начинают орать, люто причем. И медсестра спокойно тебе говорят, не переживай, не переживай, когда вы первые разы раздеваете ребенка, он всегда будет плакать, это абсолютно нормально, просто смиритесь с этим и переждите. Более того, ко мне еще подходили постоянно медбратья, медсестры, и со словами, не переживай, ты хорошо говоришь по-испански, ты же нам смогла объяснить, как его зовут, какое имя или там еще что-то. Мы же все поняли, все поняли, значит, ты отлично говоришь, все будет хорошо, не переживай. Поэтому, опять-таки, атмосфера максимально дружелюбная. Прививки ставят сразу, я сделаю отдельное видео по обследованию ребенка, вот по специальной вот этой вот книжечке, я ее называю инструкция на ребенка, которую нам выдали, и расскажу, в какое время какие прививки ставятся. Это обязательное условие, без поставленных прививок вас не примут дальше в больнице, ну, то есть вас обяжут их ставить. Будут проблемы, если вы планируете здесь остаться, будут проблемы с поступлением в детские сады, школы и так далее, и так далее. То есть прививки здесь обязательно. Прививки нормальные. Если вы антипрививочник и яро не хотите, опять-таки, эта страна не очень вам подойдет. Здесь за этим следят очень строго, вплоть до вызова соцслужб. Поэтому прививки ставить надо, все хорошие, все стандартные, ничего. Нам не ставили прививку от ковида, то есть она не входит в обязательный вот этот вот перечень. Мы сами, взрослые, уже потом, через какое-то время ее сами поставили. Для ребенка она не обязательная. А вот все стандартные, я о них расскажу в следующих видео, они ставятся. Также провели все осмотры, объяснили, зачем нужно, как следить. Опять-таки, по этой книжке все рассказали. И на следующий день нас, ну, через день точнее, нас выписали. Единственное, что у нас была с желтушкой. Нас выписали с условием, что мы должны на следующие сутки с утра прийти проверить. Кровь ребенка не брали, у них специальный препарат, они как-то просвечивают на груди. Посмотрели, что все стандартно, сильного повышения нет. И дальше спокойно отпустили. Ну и последнее, что касается родов, это оформление документов уже на ребенка в самом госпитале. Вам придет администратор, который соберет ваши данные, то есть это номера паспортов, ваше гражданство. В общем, все необходимые для, необходимые ваши данные для оформления этой справки. Очень будет хорошо, если в этот момент будет присутствовать и отец ребенка. Тогда он тоже сможет поставить свою подпись, и справка будет полностью готова. Если этого не произойдет, как, например, было у нас, то через две недели сертификат на сайте не появится. Нам нужно будет приехать в трибунал, поставить свою подпись, то есть оформить полностью эту справку. И только после этого появится свидетельство о рождении на официальном сайте. Если вы планируете получить и российское гражданство, то со справкой, которую вам выдадут из госпиталя, вот где будут стоять обе подписи, вам нужно будет сходить к переводчику. Ее нужно будет перевести официально на испанский язык. Также на нее нужно будет поставить печати. К сожалению, мы не оформляли российское гражданство, и я не смогу вам подсказать точно этот процесс. Если это очень интересно, то пишите в комментариях этот вопрос. Я узнаю правильно эту схему и распишу процесс получения российского гражданства для ребенка. Но, что знаю точно, вам нужно будет поставить печати и перевести ее, прийти в посольство, и важно прийти в течение месяца. То есть дальше после родов уже получить как основное первое гражданство именно российское не получится. Если вы пели в этот момент и приходите позже, то вы можете максимум оформить как второе гражданство российское для своего ребенка. По упрощенной схеме, так как вы либо один родитель, либо оба граждане Российской Федерации. Мы этого не делали, у нас ребенка только костариканское гражданство. Изначально мы думали, что мы попозже получим второе российское как второе, но в итоге решили, что не будем этого делать и оставим только одно костариканское гражданство. Здесь немножко другая схема, здесь нет официального, там, одной единственной официальной бумажки, которую вам выдали, и вы с ней всю жизнь живете и ходите в разные организации. Здесь все хранится в базе, онлайн. Вы можете по необходимости просто скачивать нужную справку, она действует в какой-то определенный период для того, чтобы именно подать ее в нужную организацию. Как мы, например, делали для подачи документов на ПМЖ в Миграсьон. Стоит само скачивание символические деньги, что-то типа 1700 с копейками колонн. Это достаточно дешево, просто скачали, распечатали у себя, и эта справка готова. Можете скачать любое количество этих документов. Единственное, чтобы стоять дата, поэтому какой-то период это будет действовать. И это, в принципе, все, что я хотела рассказать вам про ведение родов и сами роды в Коста-Рике в бесплатном госпитале. Далее, в следующих видео я обязательно расскажу о том, как наблюдает ребенка в больнице, какие прививки ставят, какие здесь есть продукты для детей, товары для детей и так далее. Постараюсь рассказать о нашей жизни, как мы здесь вообще, как устроен наш быт, как мы обитаем в этой стране и как растим ребенка. Я мать начинающая не очень опытная, поэтому если у вас есть какие-то рекомендации, какие-то советы или какие-то вопросы, которые я по незнанию не буду освещать, то обязательно пишите в комментариях, я постараюсь узнать всю информацию и рассказать вам об этом. Небольшой организационный пунктик. Если пишите комментарии, я надеюсь, когда пишите комментарии, пожалуйста, отмечайте именно меня, тогда я быстрее увижу ваше сообщение и быстрее смогу на него ответить. Ну и я надеюсь, что я была вам полезна, что вам было интересно провести со мной это время. Была рада. Всем пока. Счастливо.